Приветствую, с вами Павел Колесов, я говорю с вами из Мексики. Сейчас я катаюсь на катамаране, это потрясающее удовольствие. Тут отличная погода, не жарко, ветрено. И сегодня я хотел бы поговорить с вами в очередной раз про отношения, про любовь и про счастье. Скажите, пожалуйста, довольны ли вы своей жизнью? Полностью приносит ли она вам удовольствие? Есть ли в вашей жизни близкий, любимый человек, который любит вас, поддерживает, ценит, уважает? Если так, отлично, я вас поздравляю. Если же нет, продолжайте, пожалуйста, дальше внимательно смотреть это видео. У меня для вас совершенно ужасающий факт. К сожалению, мало того, что мужчины не разбираются в отношениях, это уже общеизвестно. Более того, женщины тоже не разбираются в отношениях. Женщины вообще нифига не знают про отношения. Хотите доказательства? Очень просто. У нас в России, в современной России, процент разводов составляет 80%. Что это значит? Это значит, что 8 из 10 женщин нифига не понимают, кто им нужен как мужчина, как муж, какой он нужен, как выстраивать отношения, как договориться, как мириться, как получать то, что хочешь. О, я могу не удержаться, показать вам кораблик, мимо которого мы проплываем. Так вот, надеюсь, вы знаете, что корабли ходят в море не просто так. Корабли ходят в море по карте и по компасу. У большинства женщин, ну и большинства мужчин тоже нифига нет такого карты и компаса. И они вступают в отношения и серии, ну, авось сложится, а он мне понравился, она мне понравилась, у нее красивые ноги, он хорошо трахается, он много зарабатывает. К сожалению, это ни полраза не гарантирует счастье в долгосрочных отношениях. Потому что долгосрочные и краткосрочные отношения, это отношения принципиально разные. Краткосрочные отношения, это отношения, с которыми вы можете находиться годами, но при этом вы живете в разных квартирах, видитесь со своим любовником, любовницей только для того, чтобы потрахаться, ну, или сходить в кино. Это тоже круто, классно, здорово, великолепно. Но это не долгосрочные отношения. Долгосрочные отношения возникают только тогда, когда вы начинаете жить вместе. Потому что когда люди живут вместе, вместе просыпаются, вместе засыпают, очень трудно притворяться, очень трудно играть того, кем ты на самом деле не являешься. Так вот, люди, с которыми лично у вас могут быть великолепные отношения на этапе краткосрочных отношений, могут быть совершенно чудовищными и ужасными, когда вы начинаете с ними съезжаться и жить вместе. Почему? Потому что, повторюсь, краткосрочные и долгосрочные отношения – это абсолютно разные вещи. Если вы хотите найти себе партнера для долгосрочных отношений, если вы хотите найти свою вторую половинку, если вы хотите найти человека, который будет вас по-настоящему любить именно такой, какой вы есть, я приглашаю вас на наш интернет-тренинг про длительные долгосрочные счастливые отношения. Информация об этом тренинге находится ниже под этим видео. И он предназначен только для людей, которые понимают, что прыгать из койки в койку, ну, это, конечно, прикольно, классно, здорово, но им уже надоело. Что хочется чего-то нового, хочется чего-то замечательного, хочется чего-то более стабильного. Не для всех это актуально. Есть люди, которые отлично живут в одиночку, им с собой хорошо. Замечательно. Если вы такой, здорово, значит, этот тренинг не для вас. А наш тренинг только для людей, которые понимают, что вместе быть вкуснее и интереснее. Потому что когда человек один, и у него нет близкого любимого человека, мужа, жены, любовника, любовницы, мужчины, женщины, называйте как хотите, ну, назовем близкого любимого, он недополучает очень много удовольствия от жизни. Нравится вам это или не нравится, это, к сожалению, так. Итого, если вы хотите оказаться в мире, в котором вы, у вас есть карта, есть компас, по которому вы сможете найти свое Эльдорадо, берег своей мечты, свою вторую половинку, я приглашаю вас на тренинг, пожалуйста, регистрируйтесь прямо сейчас и до встречи на тренинге. С вами из Мексики, с борта катамарана Павел Голесов. До следующих встреч, у вас все получится, я вас верю, регистрируйтесь.